Рейды по выявлению незаконных автомоек и шиномонтажек продолжаются, а вместе с тем растет и число новых объектов. Так, три недели назад их в городе было 188, сейчас – 212. Только в Центральном районе было зафиксировано 57 автомоек, и сегодня их уже 70. Стало больше пунктов автосервиса и в Хосинском районе. Незаконный бизнес выгоден. Мониторинг выявил 95% этих объектов работают с нарушениями. Отсутствует документация на землю, нет правоостанавливающих документов. Если есть правоостанавливающие документы, то вид разрешенного использования не соответствует тому, что происходит на данном земельном участке. Нет договоров с ресурсниками, с водоснабжающей организацией, нет договоров на водоснабжение и водоотведение. И что самое основное, что самое основное по автомойкам – это то, что практически у единиц оказались очистные сооружения. А это уже нарушение природоохранного законодательства. Нет автомоек ни локальных очистных, ни системы фильтрации воды. Все идет в городскую канализацию, а порой вообще в ливневке. Все владельцы автомоек и шиномонтажек получили последнее предупреждение. До 2 октября они должны были оформить правоустанавливающие документы, появиться в МУП «Водоканал» и спецавтохозяйстве по уборке города для заключения договоров. Но, как отметил сегодня на совещании, первый заместитель главы города Мухдин Чернит, узаконить свой бизнес мало кто захотел. По старой привычке горе-предприниматели звонят своим знакомым и просят защиты. Но власти города заняли жесткую позицию. Закрыли даже свою муниципальную автомойку до исправления всех выявленных нарушений. Поблажки никому нет в этой теме своих чужих. Поэтому отключаем всех и вся. У всех есть шанс восстановиться. У всех есть шанс построить очистные сооружения. И чтобы все стоки, которые попадают на рельеф и в ливневку, соответствовали тому качеству, которое будет проверять «Водоканал» и наш МУП «Водосток». Других подходов нет и не будет. Закрывают не только автомойки, но и шиномонтажки, которые не заключают договор на вывоз отработанной резины. А это опасный класс отходов. Вывозить и утилизировать ее имеют право в Сочи только лицензированные компании. Проверки на курорте продолжаются. Галина Овсец, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ».